доброго вам здравия доброго вам крабы сегодня поговорим про крепление качественного радиатора с безвинтовой фиксации на материнской плате и мысай карбон все отлично и мысай развивается и предлагает новые движения в строении материнских плат вот она безвинтовое крепление радиатора не ssd безвинтовое это когда вот здесь у нас рычажок или да это уже давно внедрили а теперь у нас и радиатор безвинтовое крепление реализованным у радиатора есть вот эти детали направляющие эти направляющие вставляются вот сюда пока все понятно только есть теперь предположение гипотеза если вы под большим углом поднимите радиатор тогда тогда вот эта конструкция будет разрушаться инженеры и мысай разумеется знают конструкцию своего нового безвинтового радиатора и в инструкции написано защитной форме правда написано приподнять это ли то что по суда можно было бы таскать а здесь не написано на какой угол приподнять вот здесь примеру при установке самого и связи 30 градусов угол пишут не больше вот он под углом вставляем ssd а вот здесь приподнять вот предполагается что надо будет удерживать замок мы его открыли приподняли немножко и выдвигаем вперед то есть вот эти слагаемые аж из трех действий открыть замок нажав мы его удерживаем приподнимаем и выдвигаем радиатор вперед то есть глядите для человека у которого критическое мышление отсутствует а есть старый опыт по установке обычных ссд вот эти три действия могут вызвать до капец что могут вызвать проблему при установке свое время для выживания человечества во вселенной природы и вася было задумано что мозг должен оперативно принимать решение и что-то делать и только потом уже можно обдумывать что сделали то же самое с креплением радиатора здесь видео касается чего вроде это простая банальная хрень поставить радиатор только-только способ крепления здесь относительно новый и его раньше не было и человек будет сначала делать исходя из информации в этой книге к примеру на ю тубе бутич подготовил редакцию данной книги в короткой 20-минутной форме посмотрите не надо читать большой толстую книжку она не такая уж и легко читабельная но посмотреть можно почему сначала делать а потом думать то же самое здесь потребитель он не полезет за инструкции которые нету в комплекте материнской платы для сокращения кастов экологии и всякого разного в комплекте лежат только маленькие брошюрки вот здесь будет кучу каир-кодов где вот здесь переходи сканирующий а здесь инструкции нет инструкции будет только на сайте в инструкции все хорошо расписано про установку нового данного радиатора прочитав инструкцию ошибиться возможности отсутствует но есть потребность собрать компьютер пример отсутствует возможность скачать инструкцию или лень образовалась скачивать инструкцию потому что есть убежденность что есть знание это такая психологическая уловка и в итоге потребитель будет собирать и может нарваться на что за месяц ожидания публикации видео актуальности уже успела потерять потому что в массой понимают что криворукость это не индивидуальное свойство конкретного индивидуума а криворукость заложено изначально в человека каждого это если оттолкнуться вот от этой работы и то что в их новом быстросъемном радиаторе под ssd м2 есть угроза повреждения до них все-таки дошло и вот перед нами обновленная материнская плата тамагав 790 макс от обычно популярнейшего тамагавка 790 она отличается припиской макс здесь вайфай 7 добавили и новым быстросъемным радиатором под ssd м2 ну и расцветочка вот эти зеленые полосочки добавили это отличие вот он новый быстросъемный радиатор и это уже массовый продукт если карбон это все-таки плата для специалистов были то вот это массовые продукты здесь и массой испугались испугались того что будут сносить убивать претензии по судам таскать и на быстросъемном радиаторе м2 здесь и указание угрозы вот они разрисованы вот эти хрени вот они и показано что надо тянуть сюда соответственно и главное по центру радиатора наклейка с qr-кодом этот qr-код переводит на короткое видео как вот эту нечисть снимать и ставить показано углы показано направлении куда тянуть также на сайте и масса и на страничке данной материнской платы клиенту хочешь не хочешь но придется увидеть вот эту инструкцию по установке потому что его заставляют ее увидеть потому что это важно если он не видит и будет по старинке снимать сносить тогда недовольство брендом а суды а это надо нет это не надо это бизнес но вот он новый быстросъемный радиатор это пасты макс 5 цветом неожиданности в призер 2 360 в данной сборке компьютера даниила и дарьи используются из из диск красные самсунге 80 90 80 под систему на 500 гигабайт вот сюда ставится здесь все просто здесь радиатор крепится на винтиках видите легко отвинтить и привинтить пленочку защитность термопрокладки сняли и все установка завершена с 990 из изди уже вопрос куда его ставить здесь у нас и связи оказался с радиатором могут так вот в принципе с сезде можно и снять радиатора только у samsung при снятии радиатора будет повреждение вот этой наклеечки и эта наклеечка когда она повредится она лишает гарантия на данной из изди поэтому радиатор сниматься не будет вот сюда поставить мы его не можем возникает логичное предположение фигль мается вот с этим сложным радиатором с безвинтовым креплением если есть вот этот простой большой красивый радиатор с креплением на винты не надо ставить его сюда в принципе да ну и нет здесь вот на этом радиаторе есть красивые заветные начертания ген-5 это порт подскоростные и ссд 50 экспресс на шине 5 версии ген-5 и при установке и связи вот сюда любой ревизии ген-3 ген-4 или ген-5 ему будет выделяться четыре линии писи экспресс только вопрос откуда эти линии будут браться ген-5 линия видите в чипсетах intel нету выделенных линий пятой версии под ssd м2 это не amd это intel их тут нету в процессорах intel есть выделенные четыре линии писи экспресс 4 0 под ssd 4 версии можно доставить ssd и 3 4 версии но там нет выделенных четырех линий пятой версии в процессоре есть 16 линий ген-5 и они будут выделяться под видеокарту и в итоге при установке и связи вот в этот порт начнется деление от 16 отнять 4 получи 12 не удастся будет деление 16 разделить на 2 и при установке любого ssd nvng вот в этот порт вот этот порт видеокарты получит вместо 16 линий 8 линий принципе ничего страшного 8 линий ген-4 примеру вот для такой видеокарточки как будет использоваться в данном компьютере будут давать мизерную потерю производительности только в некоторых сценариях разница будет достигать 5 процентов так она будет где-то процента 23 ну то есть можно ставить да можно только на хрена если у нас есть полноценный порт ген-4 и ген-5 я буду избегать если будет ставиться вот сюда сейчас надо опровергнуть убежденность довольно большого процента зрителей которые пишут комментарии под видео на канале то есть данные зрители могут думать у них есть знание на правда не все они где-то подчеркнули малую часть а дальше они уже начинают думать самостоятельно решать глядите вот при установке ssd ген-5 вот сюда или ген-4 или ген-3 вот сюда здесь будут выделяться 8 линий 8 линий линий и неважно мы говорим при линиями до изначально будут выделяться линии с максимальной после пропускания ген-5 только у нас пока в работе версия ген-4 и в итоге будут 8 линий день 4 потребители которые пишут комментарии они что делают они вот эти 8 линий ген-5 берут и умножают на 2 и получают полосу пропускания 8 линий ген-5 как 16 линий ген-4 и дальше они убеждены говорят ой что ты тут нам мозги морочишь в этот порт будет выделяться 8 линий ген-5 у них полоса пропускания как у 16 ген-4 в итоге видеокарта ни разу не потеряет нас получит нас линии ген-4 они сами говорят и не чувствуют отличие разницы получит видеокарта 8 линий они 16 линий и 8 линии на получит ген-4 при вот этом те линии не надо версии делить мы делим линии в итоге в итоге поставили вот сюда ssd вот этот скоростной порт ген-5 и порезали порт ровно вдвое по линиям савеловский 2f 22 специалист алексей руднев